добрый вечер уважаемые друзья сразу хочу задать вопрос хорошо ли меня видно и слышно если все хорошо если меня видно если видно слайд презентации если слышно меня тоже отлично поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате вот у нас сегодня вебинар будет посвящен презентации компании skyway capital у него есть название инновационный транспорт skyway и возможности для инвесторов сегодня об этом с вами будем говорить на кого рассчитан сегодняшний вебинар да ну в первую очередь на людей которые интересуются таким понятием как инвестиции да те кто хотят сформировать источник постоянного пассивного дохода те кто имеет свой собственный бизнес или как минимум задумывались о том чтобы иметь такой бизнес для тех людей которые имели опыт сотрудничества с компаниями млм либо скажем так является на сегодняшний день такими тем кто никому не безразлично состояние экологии окружающей среды тем кто занимает активную жизненную позицию желающим быть причастными к глобальным изменениям на нашей планете ну и стремящихся к финансовой независимости и такого состояния чтобы сформировать лучшее будущее для своих будущих либо же существующих детей потомков вот еще одна общая черта которая менять людей являющиеся являющихся с сотрудниками и партнерами скажем так нашем проекте да это то что все кто сегодня активно развивает и бизнес вместе с нами и скажем так инвестирует наш проект те люди понимают что наше будущее зависит от наших собственных принятия решения от собственных действий то есть наше будущее в наших собственных руках вот если то что я сейчас перечислил относится хотя бы скажем так два пункта из тех порядка десятка которая перечислил каждому из вас до поставьте просто плюсики в нашем чате и для тех кто эти плюсики поставят я хочу сказать что ближайшие 40 минут вот именно для тех кто поставил плюсы пройдут у нас компании единомышленников и возможно они будут наполнены эти 40 минут ценной прорывной информации но опять же сделан цен для тех кто поставил плюсики было бы здорово если бы для понятия какова география нашего сегодняшнего мероприятия если вы поставили в нашем наших чатах соцсетях либо в комнате мерополис те города населенные пункты и страны из которых вы присутствует сегодняшний вебинар заранее благодарю вас за то что вы напишите свои города и страны и наверное представлюсь фамилия моего дро зовут меня максим я являюсь сотрудником группы компании skyway уже на протяжении более четырех лет скажем знаком людей с информацией о развитии нашего проекта технологии в возможностях инвестирования получают этого удовольствия очень нравится отвечать на вопросы если они задаются скажем так теми людьми которые реально хотят разобраться они просто лишь бы давать вопрос вот провожу презентации каждый понедельник вебинарной комнате иногда скажем так случается такое что провожу живые презентации ну не только в городе москва сам я нахожусь в городе москве сейчас по адресу улицы щепок но об этом еще поговорим самом конце и оттуда провожу вещание нашего сегодняшнего вина и так друзья о чем мы с вами сегодня будем говорить да то есть мы сейчас с вами посмотрим то есть мы с вами затронем так такие аспекты до нашего вебинара первое сфокусируем внимание на транспортной ситуации который у нас сегодня с вами окружает который мы сегодня с вами находимся и каковы перспективы развития транспортной отрасли в целом да далее мы поговорим в инвестиционной технологии skyway и о струнном транспорте веницкого и о развитии группы компании skyway проекта группы компании skyway мы поговорим о результатах которые достигла компания skyway начиная с 2014 года да и об инвестиционных возможностях конечно же то есть о том какие вас ждут перспективы что чего вы можете добиться у нас будет блок вопросов и ответов и заранее хочу вас попросить сейчас в чате во время презентации не отвлекаться и просто скажем так слушать информацию а вопросы задать именно в тот в тот момент когда вы увидите на экрана своих мониторов что сейчас блок вопросов ответов но для самых заинтересованных для тех кто скажем так посидит или скажем послушаем информацию практически до самого конца мы сделаем сегодня интересные инвестиционные предложения особенно для тех кто впервые на нашем сегодняшнем вебинаре да то есть это предложение является уникальным действует но скажем так конца весны этого года то есть на этапе развития группы компании skyway которые 12 по счету Единственная просьба, максимально сконцентрироваться на ближайшие 40-45 минут, не отвлекаться. Информация, которая сейчас будет дана во время прямой трансляции, повторяться не будет. И поэтому, скажем так, лучшее, что вы можете сделать, это выйти из аккаунтов соцсетей, это маленьких детей, если есть животные в комнате, постараться переместить их в другое помещение. Отложить в сторону мобильный телефон и, в принципе, сконцентрироваться на той информации, которую буду давать. Я надеюсь на то, что многие вопросы, в принципе, в процессе нашего сегодняшнего вебинара отпадут сами по себе. Ну и давайте, наверное, сразу перейдем к делу, то есть к теме нашего сегодняшнего вебинара. Так как мы с вами сегодня касаемся, в первую очередь, транспортной отрасли, ну, скажем так, напрашивается вопрос. Мы с вами каждый день куда-то двигаемся, и вопрос простой. Сколько времени и денег вы потратили сегодня на дорогу? В том пути, который у вас сегодня предстояло и еще предстоит, возможно. Мы действительно много времени тратим, добираясь из точки А в точку Б. И вся наша жизнь – это движение. И в наше время такие понятия, как скорость, мобильность, безопасность, комфорт, экологичность – это тренды времени. И именно по этим трендам сегодня развивается мир. У нас с вами сегодня действительно, если мы затронем информационную отрасль, сферу коммуникации, есть высокоскоростной интернет, куча мобильных предложений, которые облегчают нашу с вами жизнь, которые мы устанавливаем на свои устройства. Будь то там ноутбуки, смартфоны, айпады, планшеты и так далее. Сегодня действительно мы узнаем новости из любой точки мира практически в какие-то доли секунды, либо за секунду, в худшем случае за минуту. То есть практически моментально. Но если мы будем сравнивать, например, развитие сферы коммуникации и общения, и информационной сферы, и транспортной сферы, то мы обнаружим одну очень интересную вещь. Лет 200 назад скорость перемещения транспорта и скорость перемещения информации была фактически равна друг другу. Потому что информация, потому что, скажем так, коммуникация происходила при помощи вьючных животных. Это могли быть, скажем, какие-то фаэтоны, там несколько лошадей запряженных, это могли просто быть верховые, это могли быть ослики, могли быть караваны верблюдов, неважно что. Но корреспонденция фактически распространялась со скоростью перемещения транспорта. Сегодня что мы видим? В доли секунды передается информация. Мы можем, как я уже говорил, узнать любую информацию из любой точки земного шара в считанные секунды, либо минуты. А транспорт, в принципе, какой он был 100-150 лет назад, он практически не изменился. Потому что уже 100 лет назад были, скажем так, скоростные автомобили и железные дороги, которые перемещались со скоростью выше 100 км в час. Самолеты появились, да, и так далее, и так далее. И что мы наблюдаем? То есть со всеми достижениями современной цивилизации, вот то, что мы видим, транспортные отрасли, ну, откровенно отстают в развитии. Скажите, а вы когда-нибудь задумывались действительно над вопросом, как это влияет на вас непосредственно, да? Вот. И что хотелось бы еще сказать, что благодаря тем четырем транспортным системам, которые человечество использует активно каждый день, а это автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, да, у нас возникает еще и куча проблем. Казалось бы, транспорт признан решать проблемы, но он их еще и создает. В первую очередь, какие? Вы видите на слайде вверху загазованность в городе, например, да, то есть страдает экология, страдает окружающая среда. Вот. Действительно, огромная потеря времени. Да, мы стоим в пробках, мы стоим в очередях на железнодорожных вокзалах, мы стоим в очередях, скажем так, для регистрации в самолет и так далее, и так далее. То есть мы теряем огромное количество времени. До сих пор транспорт нельзя назвать абсолютно безопасным. Мало того, как говорит Анатолий Дарчуниский, который является генеральным конструктором струнных технологий, что современный автомобиль убивает в год гораздо больше людей, чем оружие, которое создано убивать. Автомат Калашникова за год убивает меньше людей, чем это случается на автомобильных дорогах. Более миллиона людей каждый год погибают в различных авиакатастрофах, автокатастрофах, различных авариях. Ну и что очень интересно, я хотел бы еще отметить, то что каждый год мы наблюдаем одну тенденцию, невзирая на то, что транспорт нельзя назвать экологически чистым, безопасным, комфортным и так далее, его стоимость фактически все время растет. То есть стоимость проезда в транспорте, либо провоза, скажем так, грузов, постоянно увеличивается. Ну, одна из причин это стоимость удорожания топлива, хотя мы видели с вами период времени, когда топливо падало в цене, точнее нефть падала в цене, но, скажем так, на цене топлива, например, Российской Федерации это сильно не отражалось. Ну и хотел бы задать вам вопрос, вот к этой проблеме, которая перечислила, вы задумывались когда-нибудь, а решает ли кто-то сейчас вот такие проблемы? Вы слышали, чтобы действительно была разработана какая-то единая концепция развития транспорта, которая, скажем так, вот эти проблемы, которые назвал, будет устранять, либо, по крайней мере, хотя бы движение в этом направлении. Я, например, с этим не сталкивался. Возможно, вы это где-то видели. И, в принципе, закономерный вопрос, если мы ничего не будем менять в сложившейся ситуации, что будет с нами через 10-15 лет? Мы об этом редко задумываемся, потому что, в принципе, ситуация как-то бывает ухудшается медленно, но зато уверенно. И если, скажем так, внезапно перенести сейчас сразу на 10-15 лет вперед и ничего не менять, то мы можем увидеть, что человечество стало заложником вот этих вот самых технологий, которые мы, скажем, создавали, транспортных технологий, промышленных технологий. И, опять же, следующий вопрос, который бы я хотел вам задать, касаемо этой темы. Готовы ли дальше терять время, деньги, здоровье, или все-таки настало время каких-то перемен? Мы, сотрудники предприятия, группы компаний SkyWay, нагло утверждаем, что миру сегодня нужна новая транспортная технология, которая является экологически чистой, скоростной, комфортной, которая экономически выгодна и финансово рентабельна. То есть, именно время в лучшую сторону. То есть, мы работаем в этом направлении. И каждый человек сегодня может, скажем так, сделав шаг, поспособствовать тому, что внедрение такой технологии, о которой мы сейчас с вами будем говорить, в недалеком времени, точнее, даже в скором времени, будет правильно сказать, да, станет реальностью. Итак, друзья, мы будем говорить с вами о струнном транспорте второго уровня. Мы будем говорить об инновационной транспортной системе, которая сегодня фактически уже внедряется нами. И эта инновационная транспортная система открывает новую страницу в истории пассажирских, грузовых, высокоскоростных перевозок. И, в принципе, разработал данную транспортную технологию, инновационную технологию, Анатолий Дарович Веницкий. Это советский инженер, конструктор. И данная технология, о которой мы сегодня будем с вами говорить, она очень легко вписывается в жизненное пространство в любой местности, будь то город, будь то мегаполис, либо небольшой населенный пункт. И, в принципе, все это ведет к чему? Это ведет к созданию линейных городов, в которых транспорт будет располагаться над землей, как вы сейчас видите на слайде, да. А городское пространство, как говорится, пешеходные там, улицы и все остальное будет отдано в распоряжение людей. В принципе, для кого города и строились. То есть, поначалу города строились для людей, а потом, когда появился транспорт, они почему-то стали строиться для транспорта. Расширялись дороги, меньше становились тротуары и так далее, и так далее, и так далее. И вот, скажем, данная технология как раз-таки призвана решить проблему, чтобы люди, не боясь, перемещались по поверхности земли, а транспорт был поднят над землей и никак не мешал перемещению этих людей. Линейные города – это города кластерного типа, которые действительно построены для удобства людей, и в них гармонично будет сочетаться и места проживания, места отдыха, места для работы. То есть, вы видите, кластерного типа – это, скажем так, большие башни, в которых может находиться инфраструктура, и вокруг этих башен могут находиться коттеджные поселки, как сейчас называется, да, и в шаговой доступности у людей будет транспорт, который сможет их доставить легко и быстро из точки А в точку Б, комфортно, быстро, да, и за минимальную плату. При этом транспорт в этих линейных городах, он не будет наносить никакого вреда окружающей среде, и, соответственно, здоровому образу жизни людей он никак не будет угрожать. Основа линейного города, о котором мы сейчас с вами говорим, это струнный транспорт Skyway. У этого транспорта есть огромное количество преимуществ, вот некоторые из них мы сейчас просто назовем. Первое – это значительное снижение затрат как на строительство дорог, так и на их эксплуатацию. То есть, полностью меняется концепция транспортировки грузов и перевозки людей. Высвобождается огромное количество ресурсов при использовании данной технологии, и эти ресурсы могут быть применены для улучшения состояния других сфер человеческой жизни. Это денежно-финансовые ресурсы, материально-производственные ресурсы, человеческие ресурсы, в конце концов. Будет сокращено, значительно практически сведено к нулю, вредный выброс в городскую атмосферу, соответственно, будет восстанавливаться экология. Это то, о чем сейчас говорят в разных уголках земного шара, во многих передачах, что надо больше внимания уделять экологии, защите окружающей среды. И вот данная технология как раз и признана для того, чтобы решить эту проблему. Практически полностью устранится такая проблема, как пробки, к которым мы с вами привыкли. И очень важный момент, что более чем в тысячу раз, то есть на 3-4 порядка будет снижена аварийность. То, что мы уже говорили, где более миллиона людей каждый год на земном шаре погибают в различных авариях и автокатастрофах, а в десятки раз больше из них становятся либо инвалидами, либо, скажем так, качество их жизни значительно меняется ввиду тех травм, которые они получают в этих авариях. Ну и чтобы, скажем так, посмотреть это недалекое, осуществимое уже будущее, давайте начнем с наших городов и те предложения, которые делает технология Skyway, то есть к чему мы можем с вами прийти. Первое, наверное, концепцию мы рассмотрим, это развитие городского транспорта при применении технологии Skyway. То есть городской транспорт в этом случае будет из себя представлять сеть станций путевой структуры, которые могут возводиться в городах. Это данная путевая структура, данный вид транспорта полностью разгрузит городской трафик, повысит уровень комфортности, повысит уровень мобильности, безопасности. И характеристики, о которых мы сейчас с вами буквально два слова скажем, то, что скорость данного транспорта может достигать от 50 до 150 км в час, в зависимости от необходимости. Пропускная способность свыше 20 тысяч пассажиров на одном транспортном плече в час. Ну, сейчас речь уже идет о 50 тысячах пассажиров. И что очень важно, что возведение и строительство путевой структуры данного транспорта в 20-30 раз дешевле, чем подземное метро, которое сегодня активно очень развивается, например, в московском регионе. И что очень важно, что путевая структура, которую вы видите, которая поднята над землей, она легко встраивается в инфраструктуру уже существующих городов. То есть ничего не нужно ломать, нужен минимальный землеотвод. Это вот то, что предлагаем сегодня мы. Далее, высокоскоростной Skyway. То есть у него есть тоже целый ряд преимуществ. У него фактически самолетная скорость до 500 км в час. Высота опор, которую вы видите, над землей может располагаться на высоте 6-10 и даже более метров. Длина пролета между опорами, которые несут на себе основную нагрузку, анкерными опорами так называемую. Подробнее с технологией вы всегда сможете познакомиться и на сайте инженера Юницкого. Конечно, километры более. И стоимость строительства вот такой вот трассы в среднем где-то порядка 2-3 миллионов долларов США. Это значительно дешевле, чем просто строить автомобильные дороги, на которые у нас уходят многие миллионы долларов. Мало того, дороги строятся, через год начинают лотаться. Здесь единожды построенная трасса может служить, как заявляет генеральный конструктор, порядка 100 лет. Это очень важно. Давайте рассмотрим простой пример. То есть мы живем, скажем так, в крупных городах. Вот Москва от нее на одинаковом расстоянии примерно находится Питер, Казань, Минск, да, вот 700 километров примерно. И вот, например, чтобы добраться из Казани до Москвы, вам нужно будет, скажем так, какое-то расстояние проехать в городском транспорте, на пересадочном пункте пересесть высокоскоростной скайвей, который будет достигать скорости до 500 и выше даже километров в час. И фактически меньше, чем за два часа на высокоскоростном скайвее вы сможете добраться до Москвы. В среднем, если мы сложим все время перемещения по городу Казани до центра Москвы, займет порядка двух с половиной часов. Нагло утверждаю, это намного быстрее, чем сегодня на самолете. Потому что путь на самолете, он, вы знаете, из себя представляет, доехать до бюрапорта сначала в Казани, не позднее, чем за час пройти регистрацию, дождаться взлета, посадка, дождаться шмоток, доехать до центра Москвы. Часов пять у вас на это уйдет. Так вот, скайвей, он намного надежнее, эффективнее, менее затратный, чем традиционные транспортные системы, которые мы с вами используем. И преимущество технологии, разработанной Анатолием Дородовичем Юницким, было отражено в материалах исследований Института проблем транспорта Российской Академии Наук, которые они проводили в начале нашего столетия, либо тысячелетия, будем говорить так. И, в принципе, мы сейчас рассмотрим, буквально быстро пробежимся по четырем диаграммам. Это, как я сказал, заключение представителей и экспертов Института проблем транспорта Российской Академии Наук. Первое, на что мы обращаем внимание, это себестоимость строительства. То есть, если мы возьмем за 100% себестоимость скайвей, то в два раза дороже строить железные дороги, в четыре раза дороже строить автомобильные дороги, и аж в 12 раз дороже строить такую транспортную систему, как монорельс. То есть, она редко где используется, в Москве есть, скажем так, недалеко от ВДНХ, там 5 или 6 станций. Транспорт, можно сказать, экскурсионный, который перемещается со скоростью 30 км в час. Дай бог, чтобы хотя бы раз данное транспортное средство разогналось. Дальше, эксплуатационные затраты. Опять же, если мы за единицу, либо за 100% берем скайвей, то в два раза больше эксплуатационной затраты на железной дороге, а на автомобильную уже в 12 раз. И в 18 раз, скажем так, дороже стоит использование такого транспорта, как монорельс. Очень важный показатель – это транспортная безопасность. То есть, это главный конек еще, можно назвать, да, скайвей. То есть, если мы возьмем уже за 100% безопасность нашей транспортной системы, то мы фактически в два раза более безопасны, чем железные дороги, в 10 раз безопаснее автомобильного транспорта. Но и монорельс, так как он тоже поднят на землю, тоже нет никаких пересечений и так далее, практически близок к нам по транспортной безопасности. И последний показатель, на котором мы сегодня остановимся, да, это экологичность. То есть, вред окружающей среде. Если мы за 100% возьмем скайвей, то железные дороги, скажем так, в 3 с лишним раза более экологически грязные, да, в 10 раз, как минимум, более экологически грязные технологии, если мы используем автомобиль. И где-то в 2 раза, по сравнению с нашей технологией, больше загрязняет окружающую среду технология под названием монорельс. Вот таким вот образом. Что же из себя представляет технология скайвей, да? Это, в принципе, инновационная путевая структура. Это инновационный подвижной состав. И мы сегодня поговорим о нескольких видах подвижного состава, да. И инновационная инфраструктура, которая в себя включает такие направления, как транспортная, энергетическая, информационная. Кстати, в путевую структуру скайвей можно легко встраивать высоковольтные линии электропередач, волоконно-оптические линии связи и довести те приоритеты цивилизации, которыми мы пользуемся в крупных городах, в удаленной точке планеты. И у людей также будет доступно электричество и высокоскоростной интернет, которого, к сожалению, там нет. Все данные элементы, которые я назвал, они, в принципе, формируют концепцию транспортной сети, которая сможет в недалеком будущем опоясать все города и страны, да. И, в принципе, когда-то мы называли технологии Транснет, и показывали ролик об этой технологии, да. Но сейчас я хотел бы вам продемонстрировать не ролик о Транснете, который мы с вами все хорошо знаем, а уже, наверное, ролик о той технологии, которая сегодня фактически готова к реализации, да. Это то, к чему мы сегодня пришли. Об этом мы поговорим еще, как мы к этому пришли, да. Это презентация нашей технологии, которая буквально недавно была дополнена, свежее видео, поэтому я вам рекомендую минуты 4 внимательно посмотреть. И дальше мы с вами продолжим путь по нашему сегодняшнему вебинару. Я же на время сейчас вас оставлю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Тестовый сертификционный центр Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 которые ведут разработку каких-то полезных ископаемых, да, либо занимаются, например, транспортной логистикой, перемещением тех же контейнеров. У нас сейчас разрабатывается активное направление на старте нашего проекта, которое даже еще не подразумевалось, да, то есть это перевозка контейнеров, например. Что еще хотелось сказать, что благодаря деятельности команды, которая представляет нашу технологию на различных форумах и проводит переговоры в разных уголках земного шара, сегодня потенциальных адресных проектов у нас есть на сумму порядка 160 с лишним миллиардов долларов США. Это не конкретный контракт с датами начала строительства и исполнения, да, это, скажем так, выявление интереса, да, к технологии, которые мы сегодня уже готовы практически выводить на строительство. Каждый отдельный адресный проект, который в последующем будет разрабатываться, и сейчас уже, скажем так, ведутся расчеты целого ряда адресных проектов разных уголках земного шара, он по-своему уникален, потому что условия местности, да, то есть они могут быть различные, скажем так, природные явления, там, температурные перепады и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь, скажем, уже заслугой разработки потенциальных адресных проектов, разработки проектной документации, либо в дальнейшем уже создания путевой структуры транспортных средств, это ложится на производственников нашей компании, вот, которые, как мы говорим, работают в тылу, но выполняют огромный объем работы. Вот, это у нас целый ряд конструкторских бюро, у нас есть уже целый ряд собственных производств, которые находятся на территории Республики Беларусь, и данный коллектив уже на сегодняшний день имеет целый ряд достижений, таких, как разработан целый ряд, скажем, целая линейка двигателей мотор-колесо собственных, да, различной мощности, автоматизированная система управления и безопасности движения, используются новейшие материалы, которые появляются с каждым днем все больше и больше, да, для создания путевой структуры, либо подвижного состава, но используется высокоточное новейшее оборудование, то есть у нас есть целый ряд станков, которые находятся на территории Республики Беларусь в единичном количестве, и они находятся у нас на предприятии струнной технологии. В процессе реализации технологий, в процессе развития нашей компании идет совершенствование, скажем так, тех идей, которые есть на сегодняшний день, рождаются новые идеи, которые тут же находят свое применение. Скорость, с которой сегодня развивается наш проект, да, очень высокая, по меркам и высокотехнологичного проекта, и тем более инфраструктурного стартапа. Сама идея строительства дорог под ключ, да, родилась в голове Анатолия Даровича Ильницкого достаточно давно, то есть порядка 40 лет назад, с небольшим, в 1977 году, можно сказать, что стартовала та идея, о которой мы сегодня с вами говорим. То есть сначала была идея создания ракетного освоения космоса, выведения промышленности на околоземную орбиту. Вот сейчас конкретной частью этого большого глобального проекта является как раз-таки струнные дороги, струнный транспорт Ильницкого, да, технология SkyWay, о которой мы сегодня с вами говорим. И вот мышление, за это время, скажем так, Анатолий Дарович Ильницкий общался с большим количеством людей, мышление, его дальновидность импонирует огромному количеству людей, и они являются не только представителями, скажем так, коммерческих заказчиков, это людей мира бизнеса и из транспортного отрасли, но это даже духовные лидеры. И вы видите на данном слайде фотографию, где Анатолий Ильич Ильницкий встречался с одним из духовных лидеров нашей планеты, это Далай-Лама. Это был май месяц 2017 года, после выставки Smart City, которая проходила в столице Индии, Нью-Дели. Огромное количество переговоров проводится в различных точках земного шара, где специалисты нашей компании знакомят потенциальных заказчиков с технологией, и уже большое количество делегаций с разных уголков земного шара практически уже со всех континентов побывали на территории экотехнопарка. Деятельность компании все чаще попадает в зону СМИ, да, и о нас пишут крупные средства массовой информации, региональные средства массовой информации, то есть в разных уголках земного шара уже не проходит, наверное, дня, чтобы где-то не было рассказано о нашей технологии. В начале развития проекта, я как сейчас помню, так как я провожу вебинары, я вам сказал, 4 года, мы очень радовались, вот в 2016 году, например, да, что про нас там раз в месяц какая-то газета упомянула что-то хорошее о нашей технологии. А сейчас действительно не проходит неделя, чтобы в целом ряде мировых СМИ не рассказали о технологии, разрабатываемой в Белоруссии, разрабатываемой Анатолием Эдуардовичем Ильиницким, нашим генеральным конструктором. Это и СМИ обычные печатные, которые когда-то были привычны, да, это журналы, газеты, это интернет-издания, интернет-порталы, это телевизионные каналы, как новостной формат, так и специальные передачи тематические, да. Это радиостанции, особенно, скажем, в свое время было, когда мы только выходили на территорию Австралии, целый ряд радиостанций брали интервью уроду Хоука, и были тематические передачи, где он знакомил людей с технологией с камерой. Репортажи, в принципе, до сих пор бывают разные, да, если раньше нас в основном ругали и говорили, что это невозможно, то сейчас в основном идет положительная информация, но сомнения и скептицизм присутствуют до сих пор. Но, в принципе, для человеческого ума, да, это присуще, и для любой инновационной технологии, которая входит в жизнь, в принципе, ничего страшного в этом нет. Но было уже большое количество прозрений, да, то есть можно дискутировать долго на тему, существует это или не существует, вот, можно, скажем так, говорить, что этого не может быть, но мы сейчас в последнее время говорим очень просто. Приедьте, пожалуйста, на территорию Экотехнопарка и посмотрите все своими глазами, потрогайте своими руками. Как я уже сказал, прозрения были не единожды. Так представитель кафедры мостов и сооружений Московского института инженеров транспорта приезжал, чтобы знакомиться, скажем так, с технологией, с генеральным конструктором, с инженерами, с конструкторами, посмотреть, что из себя представляет путевая структура, потому что МИИС сначала выдал заключение, что данная технология, наверное, ненадежна, и вообще будет ли она применима, не факт. Но после того, как состоялось знакомство с технологией, скажем так, тет-а-тет, да, вживую, представитель кафедры мостов и сооружений сказал, что да, все, все вопросы, скажем так, отпали сами по себе, и, в принципе, и результатом визита, и долгой работы, потому что не раз Анатолий Дорчунинский встречался с представителем Московского института инженеров транспорта. После выставки «Транспорт России-2017» было подписано соглашение между предприятием струнной технологии, это наша инженерная компания, которая непосредственно разрабатывает технологию на территории Республики Беларусь, и Московским институтом инженеров транспорта, фактически ведущим институтом в транспортной отрасли на территории Российской Федерации. Нельзя не сказать еще о том факте, который был действительно очень важен на тот момент, 2016 год, 11 февраля. После заседания экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации технологию ЮНИНСКО признают инновационной. И с этого момента фактически настали приглашать на различные выставки, форумы и так далее. Позднее будет заключение в марте месяце, что она еще и перспективная для применения территории РФ. И вот то, что мы сейчас говорили, таким образом можно подытожить, что технология Skyway становится все более узнаваемой. Узнаваемая в кругу экспертов транспортной отрасли, которые подтверждают инновационность трудного транспорта, у нас расширяется производство. Мы реализуем те цели, которые ставим перед собой. Настроится экотехнопарк, выпускаются новые образцы подвижного состава и происходит обкатка транспортных средств на территории экотехнопарка. Все это происходит сейчас. Наверняка у многих возникает вопрос, и действительно возникает, и правильно, наверное, как все это стало возможным. Глядя на успехи компании, о которой мы сейчас с вами поговорили, может показаться, что все было, скажем так, как по маслу, все развивалось, так, безоблачно и так далее, и так далее, и так далее. Но вот все, что мы сейчас с вами видели, и ролики о том, что сказали, что у нас есть экотехнопарк, образцы подвижного состава, работают, скажем так, конструкторские бюро, есть свои производственные площади, и так далее, и так далее. В 2014 году не было ничего. И в 2014 году, когда запускался именно проект группы компании Skyway, в том виде, в котором он сегодня есть, это был очень такой рискованный, высоко рискованный венчурный проект, в котором были свои риски, и которые риски, в принципе, какие-то сохранились на сегодняшний день еще, до сих пор. Но без рисков никакая инновационная технология никогда в жизни не внедрялась. Поэтому это тоже нормально. Для того, чтобы это было возможно, для того, чтобы технология, скажем так, была реализована, необходимо было сделать, ни много, ни мало, привлечь инвестиции. То есть нужно финансирование, строительство теста участка, мы тогда говорили, у полигона, на котором можно было продемонстрировать возможности струнного транспорта, и, сертифицировав его, приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара. 37 лет Юницкий общался с представителями бизнеса, общался, скажем так, обивал пороги чиновничьих кабинетов разного уровня и разных государственных инстанций, не только в России, но еще в целом ряде стран. Но, в принципе, все это было безрезультатно, никто не готов был выложить достаточно круглую сумму денег, ну, ни много, ни мало, порядка 350 миллионов долларов, да, для того, чтобы осуществить строительство экотехнопарка, мы сегодня называем, и показать, что из себя представляет транспорт Skyway. И вот в 2014 году появилась идея народного инвестирования, как мы сейчас это называем, либо идея краудинвестинга, да, то есть по которой сегодня движется проект группы компании Skyway. Skyway сегодня называют народным транспортом, потому что в голову пришла простая идея, да, а все идеи просты по идее, которую используют люди, вот, что кому в первую очередь нужен транспорт, о котором мы с вами говорим, экологически чистый, высокоскоростной, безопасный, комфортный, да, да простым людям, потому что те, у кого есть большие деньги, у них, как правило, транспортный проблем не существует. Была разработана концепция привлечения денежных средств, да, в технологию на основе микрофинансирования, взамен на инвестиции, которые люди стали делать, да, и Юницкий давал инвесторам доли компании на очень выгодных условиях, да, и когда компания в итоге выйдет на строительство адресных проектов, технология будет реализована, и компания начнет получать прибыль, часть этой прибыли, приходящей в компанию, будет распределяться между теми людьми, которые стали совладельцами вот этих долей, которые инвестировали денежные средства на начальном этапе в развитии технологии. С принятием решения финансировать технологию посредством краудинвестинга, по сути дела, проект реализации струнного транспорта, которым Юницкий, я вам говорил уже, да, 37 лет занимался, получил новую жизнь. У нас на строительстве технопарк, и, в принципе, начали происходить вот те самые изменения, да, те самые преобразования, о которых мы с вами сейчас уже поговорим. Вот. Кстати, о преобразованиях и изменениях, которые происходят внутри нашего проекта, компания регулярно отчитывается перед своими инвесторами. И, в принципе, даже в том числе, вот, действительно, три года подряд на мероприятиях под названием Экофест, которые проходят прямо там, на территории Экотехнопарка, недалеко от города Марина Горка. Благодаря народным инвестициям в модели краудинвестинга идея Юницкого фактически близка к тому, чтобы реализоваться. И каждого человека, кто проинвестировал денежные средства, Юницкий сделал владельцами струнной технологии, вот, то есть любой, кто приобретает пакеты дальней компаний, на сегодняшнем этапе, год назад, в 2014 году, когда стартовал проект, да, они стали совладельцами технологии. Все работы, которые сегодня происходят на территории Экотехнопарка, и за его пределами стали возможными только благодаря инвесторам Skyway. Вот 99,9% всего того, что сегодня выполняется, это на деньги частных инвесторов, физических лиц, с разных уголков земного шара. Какой это комплекс работ, да, который сегодня выполняется на эти деньги? Первое, это строительство Экотехнопарка, это проектирование будущих линий, да, это производство путевой структуры, которая нам необходима, производство образцов подвижного состава, да, это испытания и сертификации, которые тоже требуют денежных затрат, и даже вот организация выставок и мероприятий, в которых мы принимаем участие, это тоже денежно-затратные статьи. И все это, в принципе, на сегодня происходит своевременно, запланировано. В 2014 году компанией был разработан 15-этапный план развития, по мере реализации которого полностью сформируется наша компания как проектно-производственный центр технологий Skyway. И мы будем готовы реализовывать адресные проекты струнного транспорта, струнного транспорта Skyway на территории всего земного шара. Для того, чтобы все это происходило, для того, чтобы запустить проект, были организованы специальные инвестиционные фонды, которые стали частью структуры группы компаний Skyway. И работа этих фондов связана с тем, что они работают с людьми, они популяризируют идею струнных технологий, они занимаются информационно-технической работой, информационно-технической поддержкой инвесторов и отвечают за привлечение инвестиций для финансирования строительства экотехнопарка. Весь проект Skyway в 2014 году был и запущен как создание производственной базы, создание экотехнопарка, на территории которого мы выдадим на гора технологию под названием Skyway и начнем строительство дорог разных уголоков земного шара. Вот именно на то, чтобы построить экотехнопарк и требовалась та сумма, о которой я говорил, порядка 350 миллионов долларов. 15 этапов развития группы компаний Skyway это просто ориентир, в котором двигается группа компаний Skyway и этот ориентир многие инвесторы, пришедшие в начале проекта, хорошо понимают, куда мы двигаемся и для чего все это было создано. Сегодня Юницкий и наша команда дает возможность всем, кто становится инвесторами нашего проекта и совладельцами технологий, не просто получить в будущем какую-то финансовую выгоду, материальную выгоду и так далее, а просто стать частью истории, стать частью, скажем так, тех глобальных изменений, которые будут нести и несет в себе технологии под названием Skyway. Многие инвесторы, которые приходят в наш проект, мы называем их идейными, у нас их много таких, чувствуют сопричастность к процессу перемен, которые происходят каждый день. И вы видите сейчас довольных людей, которые находятся на территории экотехнопарка, и целый ряд из них смотрят в небо, кто-то даже дотянулся рукой до своей фамилии и имя. Это мы называем звездным небом Skyway на территории музея. Это первоанкерная опора, по сути дела, это первый, скажем так, пересадочный пункт, точнее, станция Skyway. И вот все это находится у нас в Марьиной Горке. Те люди, которые стали совладельцами пакетов долей, стали совладельцами технологий, до апреля 2017 года включительно, их фамилии и имена занесены на потолке, либо мы говорим, на звездном небе Skyway. Вот, вы видите, одного из людей, который тянется к своей фамилии и имени. Итак, друзья, что можно сказать, подытожив немножко. Мы с вами действительно сейчас соприкоснулись, прикоснулись к будущему, который можно считать перспективным, для кого-то кажется невероятным, но будущее, которое строится сейчас здесь и в данный момент. Получили сжатую информацию в нашем уникальном проекте, проекте, который меняет жизнь людей, который, скажем так, вселяет людей в веру, надежду. Многие инвесторы отзываются о технологии, которую внедряем мы сегодня, как народным проектом они его называют. Мы действительно живем с вами в уникальное время, где, скажем так, то, что вчера казалось невероятным, сегодня находится на расстоянии вытянутой руки. Вот, например, простой вопрос. Вы когда-нибудь могли себе представить, что вам предложат стать совладельцами технологий, которые в недалеком будущем будут претендовать на 50% всего мирового транспортного рынка? Денежная емкость этого рынка на сегодняшний день составляет 4,8 триллиона долларов в год. Успех данной технологии способен сделать вашу жизнь финансово обеспеченной, и подобно тем большим корпорациям, транспортным проектам, как когда-то железные дороги, авиационные, скажем так, концерны, крупные автомобильные концерны, будет приносить прибыль вам, вашим детям, вашим внукам еще несколько поколений вперед. Благодаря тому, что данная технология будет реализована. Да, это не случится, возможно, сегодня вечером, либо завтра утром, да, но чтобы проиллюстрировать итог, к чему мы можем с вами прийти, буквально небольшой экскурс в историю развития человечества, да. Мы знаем, что будущее строится людьми, которых имеют, скажем так, идеи, которые имеют цели, у которых есть видение и решимость, но для того, чтобы, скажем, реализовать то, что у этих людей родилось в голове, есть еще один немаловажный фактор, такой простой, даже не один, да, это ресурсы какие? Такие силы, время и деньги, да. Любая технология со временем становится более совершенной. Вот если мы затронем любой аспект человеческой жизни, вот тот компьютер, благодаря которому я сейчас с вами общаюсь, я четко знаю, что вот он сегодня вот такой, через день он будет еще более совершенный, и каждый день у нас будет появляться все более совершенный компьютер. Вопрос только в том, вот если компьютеры будут более совершенны каждый день появляться, как это коснется лично вас? Ну, я думаю, никак, да. Вот если мы с вами рассмотрим историю великих людей, так можно сказать, да, жизнь замечательных людей, помните, была в Советском Союзе книжная серия, таких как Стив Джобс, это компания Apple, да, Билл Гейтс, компания Microsoft, вот, они с большим упорством ходили, когда-то обивали пороги представителей крупных компаний, занимающихся вычислительной техникой, говорили, давайте развивать направление персональных компьютеров, в дальнейшем это все превратилось в интернет, это потом превратилось в устройство, работающее через интернет и так далее, и так далее, и так далее. В начале 19 века, например, никто не мог подумать о том, чтобы перевозить людей по железной дороге, то есть она задумывалась для того, чтобы перевозить грузы, но нашлись те люди, которые увидели в этом перспективу, вложили свои денежные средства, начали создавать транспортные средства, строить вокзалы, поезда и так далее, и так далее. Сегодня потомки этих людей получают многие-многие миллионы, даже миллиарды долларов, то есть чувствуют себя финансово обеспеченными. Что то же самое для тех людей, которые вложили там свои 100-500-1000 долларов в развитии технологий Apple либо Microsoft, они сегодня себя очень хорошо чувствуют. Далее история нам еще говорит о таком факте, как господин Бенц, то есть у нас сегодня ездит огромное количество автомобилей Mercedes-Benz, Бенц разработал двигатель внутреннего сгорания, но на тот момент он оказался банкротом. Хорошо нашлись люди, которые проспонсировали его идею, и благодаря именно этим людям сегодня мы имеем возможность видеть огромное количество Mercedes-Benz, да, и, кстати, огромное количество 600-х Mercedes-Benz, чуть ли не большая часть из них продается на территории государства российского, что, в принципе, само по себе где-то может быть удивительно, но, тем не менее, наибольшее количество 600-х Mercedes-Benz в долгое время шло именно на территорию России. Далее братья Wright, я думаю, вы слышали таких людей, да, они осуществили свой первый полет на параплане, то есть они смогли поднять в небо, скажем так, устройство, которое висит тяжелее воздуха, но они не смогли коммерциализировать свою идею. А все это сделал господин Boeing вместо них, да, и сегодня мы знаем, что компания Boeing, это компания с многомиллиардными, скажем так, товарооборотом и прибылью. А мы сегодня создаем бизнес, да, который по своим масштабам гораздо крупнее бизнеса Boeing, Ford, либо господина Степенсона, который когда-то начал развивать железные дороги. Сегодня мы живем эпоху интернета, да, и многих финансовых инструментов, и вот стать сегодня частью инновационного проекта Skyway, по сути дела, может каждый. Все необходимое для того, чтобы стать успешным в нашем проекте, представлено на платформе Skyway Capital, это инвестиционный фонд группы компаний Skyway. И первый шаг, который необходимо сделать любому человеку, это просто зарегистрироваться у нас в личном кабинете и получить доступ ко всей необходимой информации и инструментам инвестора. Важной, скажем так, выгодообразующей составляющей, либо параметром сегодня является дисконт. Да, то есть мимо него мы пройти не можем. Это дисконт, с которым вы сегодня можете приобрести доли компании. Что такое дисконт? Это отличие, во сколько раз, точнее, номинальная стоимость каждой отдельно взятой доли, она у нас взята за 1 доллар США, в момент старта проекта, отличается на сегодняшний момент. Во сколько, скажем так, она выгоднее, во сколько она меньше. То есть сегодня у нас дисконт от 1 к 17 до 1 к 80 раз. То есть сегодня, если вы инвестируете денежные средства, то они могут, если вы приобретаете минимальный пакет, приумножиться в 17 раз, либо если вы приобретаете большой крупный пакет, становитесь крупным инвестором наших технологий, она может быть умножена в 80 раз. Пакеты есть разные. То есть на начальных этапах, сразу хочу сказать, когда только был запущен наш проект, как я говорил, что это был очень высоко рискованный, да, высоко рискованный проект. Очень высоко рискованная эта тавтология, да, получается. То есть тогда у нас дисконты составляли на минимальных пакетах 250 раз и на максимальных пакетах до 1500 раз. Это когда я пришел в компанию. Сегодня от 17 до 80. Но даже если мы возьмем эти цифры, представьте, да, то есть ваши денежные средства могут приумножиться за короткий промежуток времени, например, в 17, там, либо в 60 раз, грубо говоря, да, либо в 30. Найдите какой-нибудь вид бизнеса, да, в который вам нужно вложить незначительную сумму денег, и они могут превратиться, быть приумноженными в разы. Инновационность, кстати, проекта нашего, да, она не только в самой технологии, да, но и, скажем так, в той модели финансирования, которую мы используем. Вот мы говорили о краудинвестинге, да. И именно эта модель финансирования позволяет компании сегодня быстро расти. У нас сегодня есть уникальная возможность стать инвестором компании Skyway Capital при инвестиции всего в 15 долларов. То есть многим людям, когда об этом говоришь, они смеются, говорят, не бывает такой инвестиции, чего он там, скажем так, пудрить и мозги и так далее, и так далее. Минимальная инвестиция, если говорить о серьезном бизнесе, это там 10 тысяч долларов, там 100 тысяч долларов, и так далее, и так далее, и так далее. У нас все это значительно меньше, у нас есть целая линейка пакетов. Выбранная модель привлечения инвестиций вот на базе краудинвестинга, в принципе, сегодня полностью себя оправдала, да, и все, чего мы сегодня достигли, это благодаря тому, что люди приходили, люди приобретали какие-то пакеты долей, и становились совладельцами технологии. Мы, скажем так, вместе начинали двигаться к реализации технологии Skyway. Но сегодня разработан целый ряд пакетов, да, для людей с различными финансовыми возможностями, я сказал, 15 долларов и больше, и различных инвестиционных стратегий. Вы можете приобретать пакеты разовые, да, заплатив за них сразу и оформив себе пакет долей, либо, например, пакеты в рассрочку. То есть у нас есть рассрочки от 9 до 10 месяцев, небольшими порциями вы можете оплачивать, скажем так, эту рассрочку, а в итоге получать солидный пакет долей в момент оплаты последнего платежа. Вы можете, кстати, рассрочки гасить досрочно. Но помимо этого, у компании еще есть своя маркетинговая стратегия, которая направлена на поощрение активных инвесторов, поощрение активных партнеров в виде различных бонусных акций, скидочных акций и так далее. Вот сейчас мы с вами как раз подошли к тому моменту, о котором я вам говорил в начале вебинара. У нас сегодня есть действующая акция, которая выглядит следующим образом. Это вот с начала 12 этапа любой человек, который сегодня регистрируется в нашей компании, верифицируется и в течение 7 дней после регистрации приобретает любой из пакетов долей, который вы находите внутри личного кабинета, помимо тех долей, которые находятся в пакете, 10% вам будут начислены на премиальный счет. То есть это вот та акция, которой, я думаю, есть смысл воспользоваться и получить себе выгоду. Но это еще не все. То есть приобретая доли компании, перед вами еще открывается одна великолепная возможность, которая называется партнерская программа компании Skyway Capital. И эта возможность вам, скажем так, и партнерская программа компании Skyway Capital дает вам возможность создания источника дохода уже сейчас. Причем вот этот источник дохода может быть международным бизнесом, потому что мы работаем через интернет, и благодаря интернету у нас нет границ, то есть ваш бизнес может распространиться на территорию соседних областей, государств, на территорию, скажем так, соседних континентов. Важным достоинством нашей партнерской программы является в первую очередь ее простота. В ней очень легко разобраться. Все необходимые инструменты для ее успешного развития находятся внутри личного кабинета партнера Skyway Capital. Важно отметить, что она уже сегодня может позволить вам выйти на высокий уровень дохода, не дожидаясь выхода группы компании Skyway на строительство дорог и получение дивидендов в будущем. Ну, в принципе, мы с вами сейчас подошли к моменту, который называется «Вопросы-ответы». В принципе, мы с вами сейчас можем какие-то вопросы обсудить. Если таковые имеются, прошу вас задавать их в наших чатах. У меня есть помощник, который подскажет, что там было задано у нас в социальных сетях. И есть еще у нас чат в комнате в Мирополисе. Так, друзья, интересует переход на новые этапы информации по блокчейну сроки. Давайте, Валентина, будем... Давайте я отвечу вот таким образом. Смотрите, да, я уточнял, в компании создана отдел либо управления, которое будет заниматься именно блокчейном. О сроках никто не говорит. То есть, когда Юницкий говорил об этом на территории Экотехнопарка во время Экофеста, он говорил, что октябрь – это тот срок, когда будет создано это направление. Но вот, скажем так, как это заработает, в каком виде будет идти оцифрование нашего проекта и как будет использоваться технология блокчейн. Давайте дождемся этой информации, когда из Минска нам про это расскажем. С какими странами уже заключены договоры начато сотворение транспорта? Вы знаете, я не владею информацией, с какими странами заключены договоры уже конкретно о том, чтобы в какое-то время начать строительство дорог. Знаю, что переговоры ведутся. Знаю, что на прошлой неделе состоялось, скажем, важное событие на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И мы ждем информацию о том, о чем, как это все происходило. Но потенциальный заказ большое количество. Если вы в новостях наших посмотрите, назад откатитесь по новостной ленте нашего сайта либо личного кабинета, там вы найдете новости, где, скажем так, проговаривалось строительство трасс на территории Индии, Индонезии, на территории Австралии, на территории Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, эту информацию вы легко можете найти. Конкретно я не буду брать на себя ответственность и говорить, что вот у нас уже подписан договор с Индией, с Португалией, с Бразилией или с кем-то еще. Переговоры ведутся о потенциальных этих заказах. В принципе, сейчас уже не один десяток. Вот мы... Главная наша задача сегодня, скажем так, это... Вы вот просто поймите, да? Наш проект, как я говорил, основной его задачей это строительство Экотехнопарка и создание образцов транспортных образцов техники и, скажем так, сертификации и в дальнейшем как раз таки строительство адресных проектов. Вот сегодня проект успешно двигается. У нас каждый день, скажем, ведутся работы по совершенствованию этой идеи, да? По обкатке транспортных средств на территорию Экотехнопарка, сертификации и так далее, так далее. Добрый вечер всем! Сочи интересует опять блокчейн и токены вашей компании. Коллеги, давайте дождемся. Вот я знаю, что тема токенов сегодня, она очень модная, да? То есть, и все думают, что сейчас токены запустим и вы сразу разоглатитесь. Вы знаете, если работать серьезно, если, скажем так, блокчейн направление наше будет развиваться, вы не станете сразу миллиардерами, я могу сказать так. Вот. Потому что в большинстве своем цифровые вот эти проекты, которые сегодня возникают, на 90 с чем-то процентов это дутые проекты, да? И многие из них, скажем так, как взлетает, так и улетает. Есть всего несколько видов криптовалют, которые примерно там, как бы так, котируются. Когда-то падает, когда-то растут, но они на рынке остаются. И огромное количество криптовалют, которые возникают там на несколько недель, может быть, да? И пропадают. Там, где людям обещают огромные деньги и так далее, и так далее. У нас же будет вести серьезная целенаправленная работа по использованию технологий блокчейн во всех адресных проектах, как это было заявлено генеральным конструктором. Вот и все. Сколько кирпичей в Эмиратах уже поставили? Вы знаете, кирпичей, я думаю, никто не считал. И я просто скажу, что я не знаю, сколько кирпичей поставили в Дненных Арабских Эмиратах. Ждем. Мы видео ждем и новостей ждем по поводу... Так, по какой причине? Ну, это, наверное, вопрос не ко мне. Итак, коллеги, целый ряд вопросов, которые прозвучали, новых пока я не вижу. Так, в Эмиратах началась стройка. Я вам сказал, что на прошлой неделе состоялось мероприятие в Эмиратах. Туда ездили руководители фондов. Был наш представитель Евгений Кудряшов, который руководит компанией Skyway Capital. Он сказал, да, все состоялось. Ждем просто, чтобы видео, которое снималось, и целый ряд материалов были, скажем так, выданы на гора. Были грамотно составлены, и чтобы нам продемонстрировали эту информацию. Мы точно так же ждем, как и вы. Почему не видны вопросы? Я не знаю. Мне вот те вопросы, которые в Мирополисе задают, я их вижу. Итак, друзья, не прозвучал вопрос, который обычно звучит на нашем вебинаре, каковы гарантии развития нашего проекта. Ну, что я могу сказать? Первая гарантия, это тот человек, который вы сейчас видите на экране, это Анатолий Дорчуницкий. Это именно он, скажем так, дал надежду на преобразование мира, наших с вами жизней. Он является главным инвестором нашего проекта. Именно его интеллектуальная собственность была, скажем так, оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов США. Именно, скажем так, своей интеллектуальной собственностью в виде Далиева с вами делится. Он прошел весь путь, скажем так, советского инженера-конструктора, инженера-транспортника. То есть у него три высших образования. Это инженер транспорта, это потенок права изобретательства, это проектирование, строительство высотных зданий, инфраструктурных сооружений. То есть он автор более чем 150 изобретений, он дважды руководил проектами организации обменных наций. Целый ряд монографий научных работ вы можете найти непосредственно на его сайте www.unitsky.com И на нем огромное количество материала, видеоматериала непосредственно об анатолии Дарчуниска и моего технологии. Вплоть до формы, которую я знаю, некоторые люди любят докопаться доискно, как говорится, вычитывать там дифференциальное уравнение и так далее. Мы сегодня имеем реальные результаты деятельности на территории Экотехнопарка. Идут испытания, запускаются новые транспортные средства, сегодня у нас их 7, 5 путевых структур, как я сказал, целый ряд объектов Экотехнопарка принят в эксплуатацию. У нас сегодня более 300 тысяч партнеров и инвесторов, более чем из 200 стран мира. Это те люди, которые рублем, скажем так, своим сердцем голосуют за внедрение нашей технологии. многие из них были на экофестивалях, которые у нас проходят раз в год на территории Экотехнопарка. Что хотелось бы еще отметить, то есть компания развивается в правовом поле и у нее есть на сегодняшний день набор всех разрешительных документов на проведение всех видов работ от проектной документации разработки до строительства и даже приемки тех работ, которые будут выполнены при строительстве дорог Skyway. Что еще хотелось бы отметить, компания сегодня в 17-м году стала членом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, стала членом Союза строителей Республики Беларусь. То есть это признание на государственном уровне. У нас есть целый ряд серьезных партнеров, пару из них вы сейчас видите на слайде. Это шведская компания СААП, не СААП, которая выпускает самолеты и автомобили. Это СААП выпускает металлопрокат. И первый металлопрокат, который я помню пару лет назад, даже немножко больше, привезли на территорию Котехнопарка, на территорию наших производственных площадей, на заводы. Это были профили, изготовленные фирмой СААП. Компания Досос Систем, которая разрабатывает программное обеспечение Soft 3D Experience, то есть индустрия 4.0. Благодаря данному программному обеспечению, вы видели в ролике трехсекционный 18-местный Юникар, было разработано это транспортное средство. Вот что я вам хочу сказать. То есть у нас с вами серьезные партнеры. У нас на сегодняшний день активно развивается, скажем так, представительство Республики Беларусь. У нас более 600 инженерных и конструкторских кадров работают на территории наших производственных цехов и непосредственно в КБ. КБ у нас сегодня 15 конструкторских бюро. Как я уже говорил, более 300 тысяч инвесторов из более чем 200 стран мира. Количество людей на производстве у нас каждым днем увеличивается. То есть команда растет и технология все ближе и ближе к тому моменту, чтобы быть реализованной. Как я вам сказал, у нас используется высокотехнологичное оборудование, у нас используются высокоточные станки. То есть люди, которые работают на станках, это люди с высшим образованием, с высшим специальным образованием, которые делают те уникальные вещи, используемые в создании транспорта Skyway. Что еще хотелось бы сказать, коллеги? Сегодня мы с вами находимся на этапе, когда финансирование строительства технопарка осуществлено порядка 73%. Осталось еще 27%. Информацию, которую я озвучил, она в принципе доступна в открытых источниках. Она реальна. Вы можете сами найти, зайти на наши сайты, вы можете почитать газеты, журналы, про которые я говорю. Вы можете, скажем так, следить за нашими новостями, релизами и за достижениями нашей компании. Но что хотелось бы сказать. Мы находимся на 12 этапе, и вы звучали вопрос, когда он закончится. Всего этапов 15. 12 этап длиться вечно не будет. Инвесторы, которые на первых этапах пришли, они понимают, что данная возможность дается действительно один раз в 100 лет. Они сами продолжают периодически инвестировать, увеличивать свои пакеты долей в проекте группы компании Skyway, в проекте компании Skyway Capital. Еще рекомендуют огромному количеству людей, которых окружают, делать то же самое. Реально, такие возможности возникают раз в 100 лет. Сегодня мы близки к тому моменту, когда компания приступит в ближайшее время к реализации тех самых адресных проектов по контрактам, переговоры, по которым ведутся в целом ряде уголков земного шара на сегодняшний день. Несмотря на то, что мы сегодня уже на 12 этапе из 15, дисконт, о котором мы говорили от 17 до 80 раз, все еще остается существенным и очень выгодным. И сегодня инвестировать в наш проект, в нашу компанию очень выгодно. Чем больше пакет долей при выходе нашей компании на рынок и уже оценки акций непосредственно вы будете иметь, тем большее количество дивидендов от той прибыли, которая будет распределяться. А это 20% от прибыли с мирового товарооборота компании будет распределяться между совладельцами технологий. Соответственно, чем больше у вас пакет долей, тем больше денег вы будете получать. Если вы сегодня станете совладельцами пакета долей, то действительно сделайте свой вклад в будущее и автоматически станете получать доход в будущем на всех адресных проектах, где будет использоваться технологиям. То есть пример очень простой. Представьте себе конец 70-х годов и вам предлагают инвестировать, пусть небольшие на тот момент, но денежные средства в развитии компании Apple. Вот зная сегодняшний результат. Если вам предложили, как вы думаете, вы инвестировали бы деньги в этот проект? Я думаю, что еще два года не ели, то есть собрали все, что можно и сегодня чувствовали себя как у Христа за пазухой. Сегодня вы можете стать совладельцем технологий, совладельцем компании, которые гораздо быстрее, войдет в жизнь людей технология, чем технология персональных компьютеров и интернета. Это не мои слова, это слова финансовых экспертов, это слова экспертов мировой транспортной отрасли. Ну и что хочу еще сказать, друзья, то есть решать вам, что делать с той информацией, которую я сегодня дал, как бы вы ни поступили, станете ли вы нашим сегодняшним партнером, инвестором, зарегистрируйтесь в у нас в кабинете, будете вы дальше двигаться с нами или нет, это ваше решение. У нас огромное количество людей, которые для себя сделали выбор, которые сегодня стали совладельцами технологий, и их будущее финансовое, в принципе, потенциально очень серьезно обеспечено. Мы все ближе-ближе к тому, чтобы выйти на строительство дорог в разных уголах земного шара. Поэтому, что хочу еще добавить, компания Skyway Capital, презентацию, которую мы сегодня с вами слушали, о которой мы сегодня говорили, мы находимся в Москве, наш офис, точнее, находится в Москве представительство, недалеко от метро Павелецкая, метро Серпуховская, либо Добрыгинска, там можно сделать переход, Щепок 22, шестой этаж. Задача, которую мы перед собой ставим, это работа в информационном поле, это работа с деньгами, это работа, скажем так, с теми платежными системами, благодаря которыми вы можете стать совладельцами технологий. У нас есть отдел информационной поддержки здесь за стеной, сзади меня, который в течение с 10 утра до 7 вечера железно дает информацию людям о том, что мы из себя представляем, какими путями можно стать совладельцами технологий, что с этим совсем делать. У нас есть служба технической поддержки на сайте, где вы можете, кликнув по иконке, задать любой вопрос, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работают специалисты службы технической поддержки. То есть, задача нашей компании это максимально дать вам возможность разобраться в нашем проекте, и в дальнейшем это информационно-техническое и юридическое сопровождение вас, как совладельца пакета долей, как нашего партнера. То есть, единственное, что выбор остается за вами. Мы работаем на реализацию идеи струнного транспорта, но где-то мы работаем для вас. Потому что мы действительно каждый день с удовольствием приходим на работу, даем информацию. Мне нравится общаться, как я вам говорил, с людьми. Мне нравится проводить живые презентации, когда ты видишь в глаза людей, когда можно пообщаться, когда можно, скажем так, увидеть реакцию, на полученные ответы или наоборот на заданные вопросы. У меня на этом все, коллеги. Есть ли какие-то вопросы ко мне еще? Я буквально минуту еще задержусь. Как насчет реализации небольшого проекта, не только фактически, но и практически работающего для того, чтобы вообще показать возможности новых разработок и их сравнения при эксплуатации за свой счет? Коллеги, мы и так делаем это. То есть, мы сегодня строим эко-технопарк. Эко-технопарк мы строим за свой счет, на деньги инвесторов. И именно то место, где происходит сертификация и демонстрация этих возможностей. Вот это и есть демонстрационный центр, это можно сказать шоу-рум нашей компании, где мы показываем, что из себя представляет технология. Вот это и есть небольшой проект, где сегодня уже пять видов путевой структуры. У нас есть грузовой Skyway, о котором мы много рассказываем, но тем не менее очень перспективное направление, и у нас есть уже действующий образец грузовой трассы на территории эко-технопарка. Найдите видеоролик, я просто сегодня уже ставить его не буду. Там подробно показано, что из себя представляет грузовой Skyway. Вот. Так, ну я смотрю, что больше вопросов нет. Опять не задают. Вот знаете, вот сколько людям не говоришь, что я не тот человек, который вам скажет вот уже железно, да, вот, до меня доводит. Я сотрудник компании. И потом руководство, когда спускает информацию к нам сюда вниз, то, друзья, мы такого-то числа переходим на такой-то этап развития, мы тут же во всех, скажем так, источниках, которые у нас есть, эту информацию сообщаем. Она у нас сообщается в новостях на сайте ИВЛК, во всех соцсетях, и мы делаем рассылку по важным новостям на электронные адреса каждого инвестора. Поэтому не беспокойтесь, я думаю, не менее чем за две недели до закрытия 12-го этапа вы узнаете, когда это произойдет. Вот сейчас предполагать, называть какие-то цифры, да я просто не буду, что мне дать на кофейной гуще. Когда нам скажут, тогда мы перейдем. Пока у вас радуетесь есть время еще по этим дисконтам, которые есть на сегодняшний день, оповестить огромное количество людей, чтобы они стали совладельцами пакетов долей на более выгодных условиях, чем они будут на 13-м этапе. Спасибо за участие в регистрацию в SkyBip Capital. Так, друзья, в соцсетях вы видите, где можно зарегистрироваться. Те, кто пришел к нам не по чьей-то рекомендации, а просто, скажем так, кликнув по рекламе, вот, пожалуйста, регистрируйтесь и так далее. Я не знаю, где вопросы. Я не знаю, куда вы их задаете. Вот кто-то мне пишет лично, да? Вот, почему-то не в общий чат, а пишет вопросы в личку и потом не видит своих вопросов. Вот как раз, Лилия, это вы, наверное, да? Кто проводил этот вопрос, задавали давно, сколько времени потребует, чтобы продать этот 12-й период? Друзья, мы на 12-м этапе с конца мая. Я думаю, что это осень, мы перейдем на следующий этап. Вот, я только могу предположить. Запись будет в соцсетях, вы можете зайти в любой из аккаунтов, да, вот меня спрашивают ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке, на Ютюбе, и вы сможете найти запись сегодняшнего вебинара. Вы знаете, Николай вот написал, что меня плохо слышно. Скажите, а что, реально было плохо слышно? Тот, кто плохо меня слышал, поставьте в чате, там, например, единичку, да? Вот люди пишут, да, либо для того, чтобы спросить, когда будет закрыт вход, когда будет закрыт вход. Вход закрыт будет в компанию тогда, когда его закроют, коллеги. Вот. Перестаньте вы задавать этот вопрос. Почему это вас так вот интересует? Вы что ждете, что за входом? Вот, закрыли вход, ура! Пальцы вам прижали в дверном косяке, когда закрыли вход. У вас есть время, скажем так, создать еще очень много до закрытия входа в корневую компанию. Занимайтесь этим, друзья. Почему вы так вот это ждете, да? Вот, как бы, скорее бы закрылось, скорее бы закрылось. У меня, блин, купленный пакет на 15 долларов, да, вот, скорее бы закрылся вход. И что вы с ним будете делать с этим пакетом? Действуйте активно, создавайте партнерскую структуру и создайте себе как можно больший пакет долей на выгодных условиях, по большему дисконту, вот пока сейчас это есть возможность. А не задавайте все время вопрос, ну, когда же закроется вход? Закроют тогда, когда закроют, коллеги. Итак, друзья, спасибо всем вам. Спасибо за то, что были сегодня с нами. На следующей неделе мы тоже проведем именно презентацию компании Skyway Capital. У меня к вам просьба, наверное, да, я не знаю, там, не буду махать хорубями, не буду бить барабаны, как шаман, и так далее, и так далее. Если вот те, кто сегодня был на этом вебинаре, пригласят по одному человеку, да, те, кто вновь будут слушать информацию, нас будет значительно больше. Я не хочу сказать, что после этих вебинаров люди сразу там будут двигаться, принимать решения или нет. Но что-то в голове какого-то количества людей зародится. А кто-то и сделает шаг. Вот у вас может появиться инвестор, или вы партнер, что тоже скажется на вашем материальном состоянии в лучшую сторону. Ну и думайте о том, что вы просто каждым шагом продвигаете технологию к реализации. Вот и все. Всем отличного октября. Пусть он дольше будет золотистым, багряным, красивым. Пусть чаще светит солнце. Пусть солнце светит внутри каждого из вас. Я же на этом буду заканчивать. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.